Долги россиян перед банками превысили 30 триллионов рублей, чтобы вы понимали, это сумма сопоставимая с годовым бюджетом всей нашей страны, и второй момент тоже очень важный. В те 30 триллионов не входят предпринимательские кредиты, инвестиции, займы на поддержку и развитие бизнеса, речь о долгах физических лиц и только о так называемых потребительских кредитах, которые берутся на стиральную машину. На ремонт в квартире, на пожрать, в конце концов, вот что это такое 30 триллионов, повторюсь. В данный момент все вместе взятые нищеброды задолжали банкам, это, кстати, уже прорыв или все еще рывок? Мы с вами знаем, что одной из главных задач в этой сфере является борьба с повышением уровня доходов граждан, особенно среди тех категорий, которые получают наименьшие доходы. Вот это задача номер один. Он оговорился, ха-ха! Дальше смешнее. Меньше года назад кабальная задолженность скрипцов перед ростовщиками была существенно ниже. Чуть больше 25 триллионов носителей великого русского мира торчали крохобором. Но уже тогда пропагандисты писали про астрономические суммы, про то, что каждый второй россиярин имеет на шее хотя бы один кредит, который часто погашается с проблемами. Люди берут наличку, дабы свести концы с концами или чисто по-русски перезанять. Чтобы переодать, цитирую буквально, газету «Аргументы недели» статью от 8 ноября 2022-го, потом случился толчок. Сам Путин объявил о развитии экономики страны по новой модели. И вот доразвивались мы с вами. Долги граждан увеличились с 25 триллионов аж до 30. Легким движением руки брюки превращаются. Брюки превращаются. Превращаются брюки. Я считаю, что это победа, друзья. Пока маленькая, но уже победа. И даже девиз придумал для данной конкретной ситуации. Если ты должен, значит ты существуешь. Что скажете? Это реальная журналистика. Цветем и пахнем. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали. Ну а если без стёба, продолжаем идти на дно. Потому что ну о каком развитии может идти речь, когда народ буквально тонет в долгах, как в болоте, блин. Всё глубже и глубже людей в этой дно, простите, затягивает. Давайте будем объективными. Бюджет нашей страны сегодня формируется главным образом за счёт как раз кабалы и, правильно, штрафов. Если совсем грубо и на пальцах, выглядит оно примерно следующим образом. Ваня сделал не тот репост в соцсетях. В отношении Вани возбудили дело по какой-нибудь левой статье о дискредитации голубей в межсезонье. Скажем, суд присудил штраф в 50 тыр. Вот только Ване совершенно нечем платить. Поэтому Ваня идёт в банк, берёт займ, отдаёт эти бабки государству, оставаясь при этом с долгом. Только уже не в 50, а в 80 тысяч рублей. Чиновники составляют красивый отчёт. Так, 50 тысяч мы с этого олуха получили. Потом он ещё отдаст деньги в банк. Банк заплатит налог. Ой, как нарядно всё вытанцовывается. И дебет с кредитом бьётся. Вот что прикольно. А чё так можно было, что ли? Впрочем, друзья, согласитесь, такая схема не может работать вечно. Однажды этот несчастный барашек Ваня, которого то и дело стригут, просто перестанет быть платёжеспособным. И кредиты ему тоже перестанут давать. Тогда всё. Баста-карапузики кончились, а танцы даже отмороженные бандиты из 90-х в какой-то момент поняли. Рэкет — это тупиковый путь, а вот путинские эффективные. Менеджеры никак не могут до оного допетрить. Хотя о чём я много раз ведь уже говорил, эти далеко не заглядывают. Они существуют в моменте, если надо хапнуть, то лучше здесь и сейчас. Причин тому несколько, повторяюсь, ну, наверное, нужно. Большей части так называемых управленцев жить-то осталось на две затяжки. Ну, если средний возраст чиновника или депутата у нас 65-70 лет. Вы думаете, этих дряхлых дедов и бабуль будущих России россиян здорово заботит? Центральный банк — это не сборная по лёгкой атлетике, а по Аристотелю вообще-то 70 лет — это наступление философской зрелости. Свой день рождения сегодня отмечает первая в мире женщина-космонавт, герой Советского Союза и наша землячка Валентина Терешкова. Напомню, Валентина Владимировна родилась 6 марта 1937 года в деревне Масленниково Тутаевского района. Детство и юность провела в Ярославле, сейчас она является депутатом Государственной Думы. Я считаю, что это поколение политиков, которые на самом деле думают только о себе, говорит, должно уйти. Должно уйти для того, чтобы дать дорогу молодым. Вы же сдерживаете развитие демократии, развитие справедливости. Вы ссылаетесь на Джо Байдена, на иностранных агентов, на иностранные державы. Не надо. Про отпрысков тех элитных дедушек, бабушек тоже миллион раз рассказывал. Там всё гораздо печальнее. Да неужели кто-то правда верит? Что Лиза Пескова, например, которая провела большую часть сознательной жизни во Франции, в Париже, мечтает связать своё будущее с Сызранью? Дочь Лаврова и вовсе по-русски с трудом говорит, родилась и выросла в Нью-Йорке. Училась в Лондоне, ага. И вот эта вот дама мэром в Оркуты поедет поработать, чтобы принести туда процветание. Она, к слову, хоть знает, где эта в Оркута-то находится. Поэтому, друзья, ещё раз недаром я с упорством идиота повторяю, как попугай. Попугай. Поймите уже, наконец, кроме нас с вами, эта Россия нафиг никому не нужна, уж элитам-то точно. При первой же возможности они ноги отсюда сделают. Или что, ни разу не было такого? Бывший депутат Российской Госдумы Роберт Шлегель получил немецкое гражданство. Он живёт в Германии, работает в международной компании. Об этом пишет The Deutsche Zeitung. Информацию им подтвердил сам Шлегель. В середине нулевых он был пресс-секретарём прёкремлёвского движения «Наши» и занимался в том числе агитационными видео. А с 2007 по 2016 годы был депутатом Госдумы от «Единой России». Сегодня весь мир борется с Россией. Подчёркиваю весь о редком исключении. Бывший губернатор области Борис Дубровский, ещё один любитель заграничной недвижимости, похоже, окончательно решил разорвать все связи с родиной. В конце апреля началось закрытие одного из последних крупных активов семьи Дубровских. Фирма «Имущественный центр» занималась управлением недвижимостью и входила в группу компании «Синай». Ах ты, блядь, такая, а! Да господи, ну давайте совсем по-простому, а то не поверят, ведь всё равно ура, патриоты скажут, это единичный случай, их эксперимент элементарный, предлагаю провести здесь и сейчас, не вставая с дивана, что называется, поехали. Вот ты можешь назвать фамилию депутата Государственной Думы, который избрался в эту Думу от твоего округа, города, района, посёлка, неважно? Назови мне фамилию депутата, который в данный момент представляет твой округ в российском парламенте, ну и тебя конкретно. Хм, может быть ты фамилию сенатора хотя бы знаешь, который в Совете Федерации от твоего имени в поче лица трудится? Кстати, а когда ты в последний раз видел этих замечательных людей, не вспомнишь? На какие темы ты с ними общался? Ну ты же избиратель, а они твои интересы. В законодательном органе власти страны представляют интересы жителей вашего дома, вашего микрорайона. На, значит, острая тема и на, 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 на... Вот тебе и ответ, ты сам всё понимаешь. В лучшем случае эти хмыли появлялись в ваших краях во время предвыборной кампании, да и то, сильно сомневаюсь, что ребятишки снизошли до того, дабы встретиться с народом. Скорее всего, на местном ТВ полтора раза нарисовали с дешёвыми лозунгами типа «Земляки!» Мы своих не бросаем, а потом свалили из этой дыры, чтобы никогда в ней больше не появляться и вся недолга. Больше чем уверен, в Москве этот депутат и сенатор живут вместе со своими семьями, а может и в Дубае уже правильно. За каким лешим ты ему теперь вкакался, выборы-то закончились. Чихать он хотел на твой бухосранск. Подумаешь, там, крыша в единственной школе рухнула и детям вашим учиться негде. Подумаешь, врачей не хватает в больнице или там других специалистов. Они-то тут при чём? Заняться что ли им больше нечем, как проблемами вашего этого, как его. Ой, да какая разница, как тут засранск называется? Те самые 25 названных специальностей, по которым нет в Хабаровском крае ни одного специалиста. Что это за специальности? И совершенно не факт, что мы не придём к выводу, что они там и не нужны. Мы в д*****е! Мы в д*****е! Я к чему сегодня именно об этом решил поговорить, да просто уже лоб расшип, объясняя Ване, что в политику люди идут не для того, чтобы о Ванях заботиться. Кстати, не только в России дела таким образом обстоят. Во всём мире так, ну если он и кого-то утешит. Политик это самое лживое существо на свете. У политиков не бывает друзей. Есть только интересы да попутчики, которые бегут рядом до нужного им. Поворота не вам, им. Меня, к слову, всегда умиляли люди, что смотрят на этих актёров с придыханием и обожанием. Он такие правильные вещи говорит. Ё-моё, а что он должен тебе сказать? Я решил избираться депутатом для того, чтобы тебя, дурака, затем грабить так, что ли? Я сейчас проехал по городу Новая Кохловка и, собственно говоря, по тем городам, которые находятся на левом берегу. Люди большей частью спокойны, работают. Вот в нескольких кварталах отсюда вообще не ощущается такое присутствие большой воды. Буллшет. Ну да мы отвлеклись, давай положа руку на сердце. Ты же не думаешь, что какой-нибудь Роберт Де Ниро, всю жизнь игравший роли крёстных отцов и бандитов, в обычной жизни тоже является боссом мафии? Ну ты же так не думаешь. Ты же не думаешь, что смазливая пивичка с оголённой пятой точкой, но выдающая со сцены глубокие, и проникновенные тексты в куплетах на самом деле такая умная? Нет, конечно, скорее всего, это чужие стихи, которые она просто спела. Так почему к этим-то вы по-другому относитесь? По делам надо судить, а не по разговорам. Впрочем, это уже совсем другая история. Всё, переваривайте. А это была реальная журналистика сегодня. Вот так. Подписывайтесь на канал. Лайки, репосты приветствуются. Оно помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду. Напоминаю, во ВКонтакте в Однокласснике через VPN, остальные площадки без ограничений. В друзья добавляйте с темы, предлагайте, поднимем, обсудим, а я за Сим спешу откланяться. Пока. Пока.